МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Республіки Беларусь подведены попередні выники голосования. Головная веснова выборы у регионе отбылись во усіх 17 округах. Згодно с попередними дадзинами на Гомельщине у делу в выборах приняли 829 505 человек, ці 75,36% донесених у списы для голосования. 17 депутатов от в області, 5 жанчыны. Один представляє Політичную партию, Комуністичную партию Беларусі. Средо добраных нема пенсионеров і безпрацовных. 7 чалавек были депутатами Палаты працтавніков національного сходу Республіки Беларусь попередні гаскликання. Средо тих, хто набрав найбольшую кольказі голосову, начальник управління ховыздаруя Гомельського аблаканкама Миколай Василькову. У Будокашалевской выборчай окрузі його кандыдатуру подтрималі 78% адпрынявшых у дзелу голосаванні. Депутат Палаты працтавніков національного сходу попередні гаскликання Алана Вумчык набрала 77% голосов у Гомельськой сельской выборчай окрузі. За праректора Мазырського державного педагогічного універсітета Ірины Укралевич у Житковицкой выборчай окрузі прагласавалі 76% выборщыкаў. С полным списом обраных депутатов можна знайоміцца на сайці Центры выборкама. Нагадаем, што гэты ададзіны з'являюцца папярэдніми і будуть удакладняцца. Як чыкаецца сёння, у Гомелі адбудзецца прэс-конферэнція керавніцтва обласної комісіі па выбарах депутата у Палаты працтавніков. Сваімі ураженнямі падзіляцца таксама наглядальнікі, які працавалі ў Гомельскай в області. Боўш падрабязны об выніках выборов ў наших наступных выпусках. У Гомельскай в області, до речі, було адкрыта больш за ўсё меццаў для галасаванні Украіні – 1038. Нашы корэспондэнты наведалі некалькі выбарчых участкав і потікавіліся, чым кераваліся ў сваім выбары вядомые людзі Гомельщаны і простые гомельчані. Участык номер 25 – Гомельскай центральный выбарчай округі. У спісі для галасавання каля 1300 чалавек. У их ліку старшыня Гомельскага абалвыконкама – Владимир Дворнік. Прадявління членам комісії службовага пасвячыня, отрымання бюлютэня, ў які ўнесіны 5 прозвіщаў кандыдатов. І непасрэдна галасавання. Керавнік в області означає, выбары депутатов, палаты представніков – важная політичная кампанія, адвынікаў якої залежыць будучыня Беларусі. Для мене, як чоловік, який знає сьогодні економіку, чоловік, який знає сьогодні жизнь цих людей, які живуть на території, для мене важна, щоб як можна більше людей в парламенті було з реального сектора економіки. Те, які сьогодні знают, откуда идут, як зарабатываються деньги, і, соответственно, знают цену каждому вложеному рублю в соціальну сферу. Пэтаму, канешна, надо, щоб більше людей присуствалас з економіки. Самый раніцый на 25-м выборчым участку Гомельской центральной выборчай округі шмат людна. У діл ў галасаванні гэта махчымась на практицы продемонстраваць сваю грамадзянскую позіцію, ад якой будзе залежыць будыша развіць ўкраіны, перакананны намеснік прэмір-міністра Беларусі Уладзімір Семашка. У Гомелі ёнць знаходзіцца з рабочай поєздкай, а таму прагаласаваў напереды дні у Мінску. Кода я галасавал, це моя тайна, за кого я там прагаласувал, но именно с такими критериями, кода я смотрел на 5 кандидатов, я прагаласувал за того, за кого я считаю, челек по жизні, по образовальній начале, по жизні, по позіцій житейской, жизненной, так сказать, который достоин представлять народ в этом парламенті і щось привнести, работе в законодательній сфері. Адным з перших у Гомелі свой выбор сёня зробіў і славуты беларускі спортсмен, олимпійські чемпіон падзюдо 2004 года, заслужэны мастер спорту Ігор Макаров. Пасля завершэня спортывны кар'єры ён адразу распачаў трэнерскую. У Гомелі адкрыл школу дзюдо, дзе проводзіць трэнерокі для дзяцей. Наглядзічы на шыльны працонны графік, Ігор Макаров гаворыць, што ніколі не прапускае выбары. Олимпійські чемпіон выказувае надзію, што законотворші праєкты будучых дэпутатов будзіць накіраваны ў тымліку і на развіццё спорту. І прызнаецца журналістам, што дэпутатам парламента бачыць чалавека ў першую шаргу досвечэнага. Тот, хто постарше, значы опытній. Ну, я понимаю, молодым ў нас везде дарога, но я думаю, что опыт, он прежде всў опыт. То есть чем старше чалавек, тем больше, чем больше он работал, тем больше он знае. На 20-м участку Гомельска центральны выбаршай округі свой выбар робець народна артэстка Беларусі Галіна Павлянок. І она завсёды прымае актывны ўдзел у выбарах. Мастацкі кіравнік обласной філармоніі лишыць, што гэтым правам павінін скорыстацца кожны свядомы грамадзянин нашай країны. При выбаре кандидата Галіна Павлянок вызначае три основные крытэры – патриатызм, аддукованасць і увага дай людзей. Я считаю, что мы идём на правильном пуці, поэтому каждый созыв – это просто усовершенствование нашей жизни. Мы будем ещё лучше жить, потому что придут новые силы, новые идеи, и я думаю, что только будет лучше. На 12-м участку Гомельска центральны выбаршай округі першым голосуе Валера Давыдзенка. Каже, что заусёды им княться прийти на участок раней. Праз некальких хвилин после початку голосования у делу им принял и гомельчанин Геннадзь Гаршаков. С выбаром кандидата, який, на его думку, угодны стать парламентарем, вызначился загадзе. Перш заусё, заходзе ж з деловых якостёв претендента. Не было того случая, чтобы я не ходил на выборы. Всегда посещаю. Я выбирал кандидата по его опыту и то, что он может сделать для народа, чтобы был грамотный, подготовленный человек. Олексин Цюрова, Ольга Коновалова, Дмитрий Котов, Йоген Макийнка, Сергей Лукашук. Телерадио «Компания Гомель». Для ветеранов и людей с обмежеванными физичными махчимостями было организовано голосование по месту их жихарства. Миколай Дрыбко – двойчий кавалер Ордена Увеликой Айчинной Войны. Йон узнагороджены шматликими дипломами керавництва Советского Союза и означены подякой президента Беларуси. Ветеран завсёды был человеком с активной громадянской позицией. Николи не пропускал выборы, як президентские, так и парламентские. Однако зараз прийти на участок уже не дозволяя здоровье. Родные звернулись до членов выборчей комиссии с просьбой организовать голосование на дому. Миколай Микитович уважливо знакомится с биографиями кандидатов, после чего робит свой выбор и пускает бюллетеню в скрыню. Для каждого человека важно отдать голос, особенно для людей такого преклонного отраста, которые прошли многое, как мы видели, много медалей, у него много заслуг. И мы, наверное, обязаны приехать были к нему, не то, что он, а мы сами должны в первую очередь прийти, чтобы он отдал свой голос. Особливо урочистым и хвалюющим гэтый день был для молодых людей, які у першыню в своем житте пришли на участки у якості выборщиков. Поменьшовать и подтримать их вырошили активисты областного отделения Белорусского фонду Миру. Акция пройшла на участку, размещенную в 27-й школе, якая носить гоноровый статус школы Миру. Подобные урочисты с цитуту ЖО стали доброй традицией. Их головная мета – зарабить гэтый день для молодых людей запаминальным. Молодые выборщики отрымали сувениры и пообещали зауседы проявлять активную грамадзянскую позицию. От воли народа зависит, получается, будет ли в стране мир или будет в стране хаос. Если люди будут выбирать, например, хорошего человека, то в стране, ну, страна будет улучшаться, будет создаваться какие-то образовательные учреждения, школы. Они именно отдают свой голос за тех кандидатов в депутаты, которые будут решать будущее нашей республики, будущее их. Потому что, как они все это решат, зависит из них дальнейшая жизнь, учеба. И я вот наблюдаю, что они очень принимают активное участие в этих мероприятиях. Это очень важно. Найбольш высокой активностью на выборах вызначаются жихары сельской мясцовости. Не глядячи на то, что кандидатов в депутаты тут, звычайно, меньше, чем на городских участках, зарабить выбор часто было совсем непросто. Алексей Нцеров наведал некольки вёсок Добрушского и Гомельского районов. Выборы у сельской мясцовости мают свои пыльные особливости. Распарады дня вязковцев у значной ступени, подпродкованной работам на палетках и огородах, а так само до глядя живёлы. Али при этом явка на участке тут завсёды довольно высокая. В агрогородку Крупец Добрушского района сегодня проживает около 1500 человек. И больше 800 за их заявляются выборщиками. При этом кля половы, звонященных у список, приняли удел о детерминовом голосовании. Миновата по причине проведения работ на прецедивных участках. Практично все остальные пришли на участок 11 вересня. У вёсцы все один одного доброведуюсь. А тому у членов выборчей комиссии за всюду есть мягчимость нагадать одновесковцам, а по необходности, зарабить свой выбор. Где-то встретились, передаём друг другу. Также через соседей передаём информацию о выборах. В принципе, это люди все сами прекрасно об этом все знают. Телевидение освещают, радио, пресса. И все люди довольно-таки активно принимают участие в данном мероприятии. У Гомской сельской выборчей окрузе два кандидата у депутата палаты представников. Вся необходная информация размешана на специальном стенде. Жихари, вёсцы, Крупец, Павел и Вольга Гурьевы на выборчий участок пришли у другой полови дня разом с детьми, двухгодовой дашкой Эрикой и девятигодовым Сергеем. Зраница, кажуть, не отрималась, а для той, что исти на выборы необходно обовязково, у семьи выросли давно и однозначно. Дети, да, поэтому пока проснулись, выходной день всё-таки, от школы отдохнуть там нужно. Пока вот позанимались с ними, чуть погода хорошая. А потом уже решили после обеда сходить. Малая поспала и решили всё-таки выполнить, так сказать, свой гражданский долг. Стараемся ходить на все выборы, потому что это наш долг, наша обязанность – сходить. Сельский клуб у Весты Беруски Гомельского района на день выборов переутворился у Центра громадского и культурного жития населенного пункта. У списей выборщиков больше 2500 человек, у чего дорослое населенство в Вестке. Клят 30% из них приняли удел в детерминовом голосовании. Остальные выросли прийти на участок у основный день выборов. Всё лито Беруски относится до Будокошалёвской выборчей округи. Тут сирот претендентов два кандидата, причем обо два працуют на кирующих посадах и мают высшую адекацию, а тому выбор был непростым. Весь день за ходом голосования сочли наглядальники от предприемцев и громадских организаций. А про чатаго участок не застався по заувагой представников миссии АБСЕ и Содорожности незадежных держав. Зауваг не выказал никто, хоть цикавилися усим процессом голосования. Интересовались списками избирателей, которые должны голосовать по месту своего проживания. Смотрели, от каких организаций наблюдатели наши местные, посмотрели протоколы. Никаких замечаний нам от них не поступило. Выборы на территории Гомельской области проходили у строгой ответственности с деятшим законодавством. Такую оценку уходя голосований выказали международные наглядальники. Адмиссия СНД за проведением выборов у нашем регионе сочлили 40 человек. Наш корреспондент Дмитрий Котов потекавился уражениями некоторых из них. Для Сергея Горадшева, наглядальника адмиссии СНД, работа на парламентских выборах у Беларуси – первый подобный опыт. На протягу дня необходимо было наведать множество участков, сустреться с членами выборчих комиссий, проверить списы выборщиков и бюллетени. Увы, неку узровень организации голосования оценены как высоки. Проходит все в рамках избирательного законодательства Республики Беларусь. Те участки, которые я смотрел, у меня нареканий не вызвали. Все подготовлено на очень высоком уровне. Наталья Канунникова у якости международного наглядальника у Беларуси працует с Саковика 2006 года. По ее словах, все летняя выборчая кампания проходила максимально прозристо. Истотных порушений не выявлено. На усих участках ее приемно уразила доброзыщливая и святошная атмосфера. Мы обращаем внимание, во-первых, на настроение. Членов участковой комиссии, с каким настроением они встречают не только нас, но и избирателей. На то, как они обращаются со списками, с бюллетенями. Обязательно наличие паспорта. Обязательно доступность для наблюдателей, чтобы поле зрения находились, урны для голосования. Мы обратили внимание на то, что все с утра, все было хорошее настроение. Были уже избиратели, уже играла музыка. Поэтому я хочу сказать, что все было на уровне, на очень высоком уровне. Неупершенюн, озирая за проведением выборчих кампаний у Белоруссии, Размик Хумаран. На селедних выборах ее он совершил за этапом агитации, а так само до терминовым голосованием. За опошние дни ее наведал неколькие десятка участков. Особых нарушений действующего законодательства я лично не видел. Все организовано четко, красиво. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель». Гэты, а так само иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...